В эфире студия 7, я Максим Гуревич, здравствуйте. В Красноярске продолжаются кинопоказы в рамках международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». В Доме кино красноярцы бесплатно могут посмотреть работы призёров фестиваля и встретиться с их создателями. Сегодня у нас в гостях участники фестиваля Игорь Степанов, директор гильдии кинорежиссёров России, генеральный продюсер мероприятия, а также Эдуард Желнин, режиссёр и сценарист. Друзья, здравствуйте, спасибо, что вы здесь. Ну, Эдуард впервые в программе фестиваля в Красноярске, а вы, Игорь, здесь постоянный гость. Каждый год приезжаете с программы фестиваля, которому на минуточку 29 лет. Да, мне нравится Красноярск, я приезжаю с удовольствием, и зрители у вас очень хорошие. Все так говорят. Ну, у неё, я серьёзно это говорю, полные залы приходят, серьёзный разговор идёт о жизни, о проблемах. То есть показы это не только посмотрели и разошлись, да, в этом особенность. Вообще, два слова, Игорь, если можно, о фестивале. Фестиваль, который как-то аккумулирует в себе тему, связанную с правами человека, вечную. Ну, я всегда говорю, что зрители, которые приходят, они немножко садисты, они себя мучают этими фильмами, которые серьёзно говорят о правах человека, но они хотят обратную связь. Мы привозим, мы же гильдия режиссёров, поэтому у нас приезжают с нами режиссёры, которые сделали картины, не актёры, которые снимались, а именно режиссёры, которые после показа фильма, у нас возможность есть такая. Дом кино нам даёт возможность, встречается со зрителями и задаёт всякие вопросы о жизни, о кино, о жизни, о проблемах, которые поднимает фестиваль. То есть мы не читаем лекции о правах человека, а фильмы, есть яркий пример того, как нарушаются те или другие права человека и как они решаются. И зрители видят ответ на интересующие их вопросы. Интересно, за кадром мы, когда готовились к интервью, говорили с вами о том, что режиссёры, выбирая тему или сценарий, или собираясь снимать фильм, они не снимают про проблему прав человека, они снимают фильм. Так и в вашем случае. Да, естественно. Мы рассказываем историю. Это первое, главное. Но вам хочется в данном случае, вот в этой программе, показать историю, а потом обсудить её? Это очень важно, на самом деле, очень важно услышать обратную связь зрителя, очень важно услышать его впечатление, вот свежее особенно. Обычно вот посмотрели дома по телевизору, как может режиссёр услышать? Только если в комментарии там напишут, это уже приятно. Я на самом деле люблю читать. Ну если приятно, да. Нет, я читаю все комментарии, рецензии, критиков, всего остального. О чём ваш фильм? Наш фильм «Анджелес» о памяти. О памяти, которая помогает людям в любой беде или, скажем так, в сложных ситуациях выбрать... Ну в чём права человека? Ну мне кажется, что да, про память. Слушай, ну получается, что вот ваш фестиваль про такие общественные дефициты. Ну, я думаю, что в России дефицит вообще работы с памятью. Ну не то, что дефицит, я то, что вот он говорит слово «память», но конкретно могу сказать, что фильм изнутри затрагивает такие темы, которые заставляют зрителя проснуться, задуматься и встревожиться. Встревожиться. И понять, что всё-таки волнует. Правильно я говорю? Всё правильно, да. Нет, там... Там... Для меня, я говорю, для меня в этом фильме важен один только вопрос молодого человека. А нас-то помнят? Вот он спрашивает у своей сестры. При том, что он... Герой фильма. Этот герой фильма – это призрак, это солдат, погибший в Чечне, который спрашивает у сестры, а нас-то помнят? Что-то у меня немножко это прямо... Ну, глубокое кино. Как мурашки, да. Если происходит вот этот укол... А у глубокого кино аудитория меньше, это, ну, так назначено судьбой или не это не... Ну, всё дело в том, что люди приходят просто, потому что фестиваль «Сталкер», само название когда-то дано Тарховским, организуют зрители. Они знают, что они идут на серьёзное кино, придётся головой подумать, порассуждать о чём-то и подумать, почему этот фильм попал в программу. И происходит очень интересная вещь. Вот картина нашего режиссёра, который сегодня рассказывает, действительно волнует зрителей, волнует зрителей. Вроде ничего в кино сильно не происходит. Небольшой городок, провинция, герои говорят о жизни, проблемы, но в итоге возникает большой серьёзный разговор. Не о правах человека, а о том, что волнует людей. Вот память. Нужно, я хочу вот понять, нужно такому кино, таким фильмам, большие экраны, миллионные аудитории? Да, почему нет? А почему не только пив-пах, ой-ой-ой, а ещё и подумать надо. Но потенциал такой существует. И это важно. Режиссёры, которые приезжают, они как раз люди, которые хотят сказать что-то. Они знают, что они хотят от кино нашего. Да, это не коммерческое кино, это не развлекательное кино, но оно заставляет думать, и голова начинает у зрителей работать. Вот я же, почему и говорю, говорят, у вас там пришёл полный зал. Потому что люди ещё и благодарят после показа, спасибо, что вы привезли такое кино. Мы подумаем, зачем, как жить, как исправить, как помочь можно. Поэтому это очень важно, такие картины для фестиваля, нашего фестиваля. Эдуард, вы когда выбирали, ну-ка, не то что судьбу, а этот фильм когда планировали, вы какой фильм хотели снять? Для вот фестивалей, такой нишевый? Или вы всё равно хотели, чтобы пусть там сто человек, но восхитились и сказали, дайте этот блокбастер, пожалуйста, во всех кинотеатрах страны? Нет. Первое, когда пишется сценарий, когда возникает история. У меня возникла эта история просто от того, что я случайно мимо проезжал из Костромы в Ярославль и остановился между городом Нерехта. Я туда зашёл, в этот город, прошёл, увидел эти храмы. Очень здорово, да? Я зашёл в этот город, то есть такой небольшой город, что в него можно зайти и через... Нет, я проезжал просто вот на этой электричке, зашёл в этот город просто, там просто от станции идёшь, 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 сначала обычные хрущёлочки, хрущёлочки, а потом, опа, берег реки, раз колокольня, два колокольня, три колокольня, четыре колокольня, берёзы, речка вот так извивается. И вот определённый и Саврасов, то есть глазу приятно, и ты хочешь в этом увидеть предмет истории. И в августе я там побывал впервые, а уже в октябре и в ноябре была сформулирована эта история. В неё вошли ощущения, впечатления. Есть там Бунин, есть там Пушкин, есть там... Ну да, конечно, я питался там... Павликовский, «Холодная война», прекрасный фильм, или «Ида». Да, та эстетика, которую нам бы хотелось в этом городе так же поработать с ним. Вот я хочу ещё немножко понять. У меня в голове существует такое разделение. Вот есть кино для кинотеатров и массового зрителя, а есть фильмы, которые изначально специально создаются для фестивалей. Для эстетов, для подготовленной, скажем так, публики. Не создаются фильмы для фестивалей. Нету специальной... Вот-вот, это просто мой тезис. Нету, нету такой. Тезис нет, нет, нет. Фильм создаётся для зрителей. У режиссёра что-то волнует. В этом-то интерес нашего фестиваля. Режиссёра что-то волнует. Вот то, что сейчас расскажет Эдуард, вот его взволновал вот этот город, история. Иззаж какой-то особенный, да? Может быть, немножко... Не то, что застывший, а как бы... Который выглядел так же 200 лет назад, 100 лет назад. Да, с одной стороны, да. С другой стороны, наш фильм, например, называется «Анжелёс». «Анжелёс» — это... И слово-то не русское, а латинское. Это начало молитвы Ангел Доменик. И плюс это... Западная культура. И это... Мы рассказываем о картине французского художника Жанна Миле, которая так же и называется «Анжелёс». И Саврасов. Как всё сложно. И смотрите, и Саврасов. Кому это надо? И вот соединение Востока и Запада... Ну вот хороший вопрос, Игорь, я прошу прощения, что мы с Игорем вас перебили, да? Кому это надо? Ну это же интересно. Конечно. И вот как вы отбираете фильмы для фестиваля, для программы? Ну, во-первых, режиссёры сами предлагают эти фильмы. Во-вторых, мы следим за потоком всех фильмов, которые выходят. И если фильм интересный, глубокий, и мы понимаем, что есть потенциал в этом фильме, а часто просто хочется поддержать режиссёров. Он делает фильм, который... Он понимает, что он не будет иметь широкого проката, но это его позиция. И, конечно, мы стараемся этот фильм поддержать, взять, и получается из этого хорошая... Слушайте, но мне кажется, я вдруг сейчас подумал, что какой-то, как сказать, значительный вклад, даже не в культуру, а вот как-то в образ страны, народа, не обязательно какое-то массовое явление делает серьёзный вклад. А пусть это что-то... Я не знаю, фильмы Тарковского, это не те, которые сейчас показывают в кинотеатрах, но эти такие прививки, они очень мощные, и могут влияние вообще оказывать на мир. Да. Ну, не только влияние. Фильм выходит, обычно ведь очень важный ещё принцип, не важно, что он хочет снять. Он ещё это вкладывает в какую-то форму, он получает государственное финансирование, то есть, значит, фильм кому-то нужен всё-таки, государство... У нас фильм без государственного финансирования. У тебя без государственного финансирования. Ужасно. Почему? Ну, прокатный у вас есть? Прокатный, слава богу, есть. Всё. Есть разрешение для показ фильма. Ну, хорошо, то есть, значит, на свои деньги снимал. Это и наши деньги, и Сберкредит. А, ну, ясно. И... Ну, в общем, как-то, сколько депутатов заложил... Рядом с кино это означает, что кто-то навсегда останется должен Сберу, да? Нет, всё нормально, там расплатились. Я просто тому, что импульс... Ну, вот видите, это тот пример, когда энтузиаст, энтузиаст. Жалко, я не знал, что не было господдержки. Тем более, надо показывать картину такую. Ну, вот в этом и заключается. Никто не знает, что такое авторское кино. Артхаусное сейчас называют. Ну, так-то это модная, в общем, тема. Вы артхаус снимаете? Да, мы артхаус снимаем. Да, никто не знает, что это такое. Никто не знает, что это такое. Ну, вот, я же говорю, есть такие вот личности, как Эдуард, который делает кино, которых волнует. И мы с удовольствием стараемся этот фильм приглашать на фестивали. Хотя даже и само название, всё это немножко загадочная история. Зато он и фестиваль. Слушайте, ну вот, ваш фестиваль, он поддерживается государством. И вот, для меня было удивление. Я думал, что он финансируется фондом культурных инициатив, а он финансируется фондом президентских грантов. И финансируется не как кинофестиваль, а финансируется как проект, который поднимает проблемы прав человека. Да, 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 да. И нам это очень интересно и важно, потому что, я же говорю, я привожу всегда очень простой пример. Если зрители, читать им лекцию о правах человека, они ничего не запомнят. И вылетит из уха моментально. Ну, даже, может быть, и не придут. Да, и не придут. А если подбирать фильмы, которые отражают разные статьи, декорации прав человека, мы зрителям это не говорим, но подразумеваем, то получается эффект достигается. Накидайте вот эти темы, которые для фестиваля являются значимо актуальными. Не обязательно в этом году вообще. Не ясно, да. Кино на защите прав ребенка. Есть конвенция права к ребенку. Кино о войне. То, что сейчас, к сожалению, происходит и в нашей стране. Кино о беженцах, о мигрантах. То же самое, всем понятна эта тема, да. Проблема наших народов, проживающих на территории России. Проблема наркомании, проблема СПИДа, проблема людей, находящихся в местах решения свободы. Вот мы позавчера были в колонии Красноярской, показывали тоже фильм, встречались, слушали мнение зрителей. Очень много прав. И каждый год темы меняются. И главные зрители не снимают. Вот ты же не снимал фильм о правах человека, правильно? Нет. Не снимал. Он снимал фильм о том, что его волнует. Но мы увидели в этом тему. Вы увидели в этом, не под текст даже, а свою тему. И часто режиссер говорит, да я не снимал фильм о правотеке, отстаньте от меня. Зачем вы это берете? Удивляется часто. Но в разговорах сами зрители и профессионалы говорят, нет, знаешь, тут есть такая тема, и давай поработаем с этой картиной. Ну вот мне кажется, что вот такие темы, ну сложные, они зачастую оказываются ну такими неприятными, иногда даже табуированными, да? Да. И если появляется фильм, то возникает, ну коммуникация, разговор, дискуссия. А это очень важно, чтобы, ну общество консолидировалось, да? Да. Было как-то... Ну хотя бы обратило внимание к проблеме. Хотя бы обратило внимание. Да, потому что, к сожалению, эти фильмы не хотят показывать по нашим телевизионным каналам. Сложно куда-то пробиться. Никуда не берут. Ну возьмут канал Культура. Да и тот не взял. Не взял твою картину. Значит, плохая картина. Все, хватит. Может, канал плохой. Да. Нет, нет, нет. Такие обстоятельства времени. Да, да. Вот так. Да, сейчас... Подождите, вот что за обстоятельства времени такие? Ну, а я тоже вижу, ты же вон сказал эту фразу, что там герой фильма участвовал в войне. Это сегодня тема, которая, к сожалению, пробует обходить сторону немножко. Потому что она, как сказать, поляризует зачастую людей? Нет, резонирует. Резонирует хорошими словами. Да, да, да. И все мне всем людям не объяснишь. Это даже вот сейчас по телевизору, которые идут в фильмы, они все очень такие причесанные. Вытащили фильмы советского периода и прочее. Это хорошо, ничего плохого нет. Может быть, они помогут как-то решить проблемы. Но на самом деле целый пласт нашего российского кино остается за бортом хороших фильмов. Остается за бортом, никому не нужно. И эти фильмы умирают. Где бы вы хотели свои фильмы показывать? Как вообще это возможно? На Каннском фишке. Нет, нет, нет. Естественно, мы говорим о том, что надо быть... Хотя режиссер может сказать, я прошу, да не хочу я показывать, я снимать хочу. Нет, для нас важно, чтобы нас смотрели. И очень важно, чтобы люди сами... Вот в этом плане мне очень нравится концепция платформ, где зритель мотает, мотает, видит фильм, видит название, читает аннотацию. Я хочу это посмотреть. Не где в телевизоре тебя... Ну вот ты это смотришь... Тебе задали программу. И успокоишься, да. А когда вот он сам это... В этом плане я надеюсь, что платформа нас возьмут, кинопоиск или оптокеон. Потому что вот когда зритель сам приходит, да, он потом оставляет... Вот то, что мы оставляем в сердце, это беспредельно. То, как мы работаем именно конкретно с человеком. И я по двум фильмам могу это судить. То есть мне пишут, мне говорят спасибо, что затронули. Это очень важно. Два-три человека... Даже если это будет два-три человека, можно сказать же, да? Да, этого достаточно. Слушайте, вот гастроли фестиваля, которые ежегодно проходят в декабре, 10 декабря в Москве, в День защиты прав человека, в День прав человека, а потом гастролируют по стране, да? И вот такие гастроли в Красноярске, пять дней идут показы. Но это как такая флагманская демонстрация. Это как промоушен, как реклама фестиваля. Ну да. А где еще можно увидеть эти фильмы? Где-то они, не знаю, подгружены на каком-то... Ну, в основном, где-то то, что в этом-то и проблема фестиваля, что зрители молодого поколения стараются не приходить на фестиваль, увидев афишу, они думают, ну, что я буду сюда приходить? Я в интернете, находят этот фильм и смотрят себе на всевозможных, даже не платформах, а просто в интернете. Сейчас же все фильмы практически выкладываются в интернете. И молодое поколение смотрит в интернете эти фильмы, оставляя там свои мнения, а потом все-таки, зная, что приедет режиссер, приходят пообщаться и спросить, вот что им понравилось, что понятно, что нет. И очень интересно. Что невозможно получить, посмотреть в этом доме. Да, посмотрел картину, приходят с претензиями, претензиями. А, даже так? Конечно, вот у нас первый день фестиваля, пришли молодые люди, говорят, а почему вы не показываете фильм «Онегин», почему вы не показываете «Мастера Маргарита»? Молодые люди двое пришли. Ну, что им сказать на это, что есть масса других фильмов и прочее, прочее. Но пришли зрители такие, агрессивные, можно сказать. Но прям агрессивные, или просто они, как сказать, настроенные на спор, на дискуссию? Посмотреть фильмы, за которые люди платят деньги. Ну, это тоже. И, на самом деле, это то, что... Вот из того, что вы сейчас говорите, такое впечатление, что, как сказать, последнее, что мне хочется делать, это обвинить людей в том, что они недостаточно образованные культурные. Нет, нет, нет. Что-то такое, да? Но оказывается, что привычки посещать фестивали, ну, немного, мало фестивалей получается. Нет, есть много, очень много. Особенно у вас в Красноярске, в Доме кино, и, если не сей кино, делает много фестивалей. Сейчас будет фестиваль герои будут проводить. И много, нет. У вас природа наделила так, что вы можете, возможно, смотреть. И люди хотят смотреть фильмы, очень интересные, даже платят за это деньги. И парадокс, на самом деле, я могу сказать еще, что у нас был показ Анжелеса в Курске, в Архангельске, и были полные залы, и был показ на Ленфиме в Санкт-Петербурге. Я пригласил друзей, в основном эти друзья и сидели. Вот там, в больших городах, вот Москва, Питер, к сожалению, там настолько гигантский спрос на всевозможные эти фестивали. Мне кажется, вот сейчас то время, когда почти любое мероприятие найдет свою аудиторию. В этом плане Красноярск уже тоже довольно давно большой город. То есть, какое бы ты мероприятие ни задумал, у него будет своя аудитория. И хорошая будет подготовлена аудитория. Мы с ними аккумулируем, мы с ними говорим на одном языке. Коммуницируем. Сейчас модное слово, коммуницируем. И в этом плане, и они нам возвращают свою энергию, открывают новые даже в фильме. А деньги не дают. А зачем? Для меня парадокс, как кино в России существует, потому что это, ну, кинопроизводство, это всегда дорогой процесс. А, ну, я не знаю, мы можем об этом не говорить сегодня, но это какая-то магия. Почему? Надо говорить, что многие режиссеры закладывают квартиры и продают эти квартиры, не возвращают деньги, вложенные в кино. Почему Тарковский, вот, кстати? Тарковский, откуда у него появлялась возможность снимать такие грандиозные ленты? И почему Тарковский, ну, в названии, да, сталкер, в названии фестиваля? Тарковску давали любое количество денег. Есть такой парадокс, сейчас же известно, исторически много воспоминаний, Тарковского хоть ругали, но ему давали все, что он хотел. Он фильм Андрей Рублев переснимал несколько раз. Ему хотелось, не нравилось что-то, ему давали деньги, он переснимал. Такой просто бренд идет от названия фильма «Сталкер». Он как-то людей, я уже говорил, настраивает на что-то интересное. Таинственное. Да, таинственное, неизвестное. И вот как бренд нам помогает жить. Как бы люди реагируют очень положительно на фестиваль. «А, ну, Сталкер, пойдем посмотрим». Что-то должно быть интересным. А Тарковский получается тоже о правах человека? Ну, в принципе, да. Конечно. 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 Солярить. Конечно, все его солярить, все фильмы об этом. Мне нравится, что вы, когда транслируете вот это понятие права человека, вы как-то его делаете типа общечеловечески ценным. Да, доступно. Так и должно быть. Потому что может возникнуть вопрос, ну, где вот наша страна и права человека, так много нарушений. Но самое главное, что не надо зарываться в это, не делать из этого теоретические какие-то доклады, лекции читать. А нужно вот искать примеры из кинематографа. Нашего, старого кинематографа, зарубежного, который, к сожалению, сейчас мы не можем показывать по ряду причин. Но фильмов очень много серьезных, хороших. И самое главное, вот конкретный режиссер присутствует. Он сумасшедший. Если заниматься развлекательным кино, он делает серьезное кино. И наши все режиссеры социально ориентированные. У нас нет проблем с фильмами. Их очень много. Потому что каждый хочет снимать о том, что волнует нашу страну. О наших проблемах. О нашей деревне. Но это же хороший знак. Конечно. Это хороший знак, что общество развивается, что кинематограф развивается. Что есть не только там, не знаю, 10-15 фронтменов, которые бьются за, ну там, топ-сборы в сетевых кинотеатрах. А есть сотни, может быть, ну не знаю, тысячи, может быть, даже людей в стране, которые вообще в другой парадигме существуют. Конечно. Вот этого авторского высказывания. Да, и поэтому очень важно, что режиссер у нас есть, кинематограф помолодел. Уже нету мэтров, которые снимают кино. Есть молодой... И показывают, как надо. Да, есть режиссер. А есть молодые люди, которые и не слушают никого, а если надо, и сами покажут, как надо. Да, и даже... На самом деле, мы же тоже ошибаемся. Шишки. Это нормально. И, ну, как бы, я считаю, что... Это только второй фильм «Анджелёс». Ты где учился? Я учился в театральной академии сначала, а потом закончил курсы режиссёрские. Ну, в ГИК. Это... В ГИК не авторитет. В ГИК нет. Это уже... Можно сказать, вот сейчас, обращаясь к телевизионной аудитории, вот если вам там 18, 20, 30, бросайте всё, идите в кино. Ну, если вам... Снимайте кино. Снимайте кино. Не бросайте кино. Это призвание. Это большой труд. Это... Один фильм хороший. Это три года производства. Например, каждые три года появляется хороший фильм Кристофера Нолана. Он бы мог каждый год снимать. Или каждый год появляется прекрасный фильм Вуди Алена. Да? Тарантино вот... У Тарантино 5 лет. Решил, что не будет пока снимать тот десятый. Конечно. У Тарантино дистанция 5 лет фильмов. Везде разные... А молодёжь каждый год снимает кино. Каждый год. Торопится? Торопится? Нет, у них есть желание много лет, но сейчас цифра появилась. На цифру можно снимать бесконечно. В пятницу ещё один показ, уже завершающий показ фестиваля. Режиссёр Мирзоев. Можно успеть. Да, приходите. Что будет... Режиссёр Мирзоев показывает свою новую картину. Это такая кинематографическая династия. И папа, и сын все снимают кино. Тоже серьёзные проблемные фильмы. А молодёжи... Там Евгений Цыганов в одной из ролей. Да, да, да. То есть и звёздные режиссёры, и звёздные актёры участвуют в фестивальных, как принято говорить, проектах. А вы-то говорите о том, что нет разницы между фестивальными и массовыми кино. Нет, ну нет. Есть просто кино интересное или неинтересное? Мы из фильмов делаем фестиваль. Фильм это... И они же снимаются не для фестиваля. Они снимаются, чтобы просто зрители увидели кино. А мы, собирая программу, людей привлекаем. Получается, фестивальное кино. Ну и есть возможность поговорить с... Ну вот после блондинки, после показа фильма «В пятницу», да? Да. С Павлом Мерзоевым будет встреча, и его можно пытать вопросами... Терзать. 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 Да, я люблю слово «Терзать». И документальные фильмы тоже будут показывать в пятницу. Да, их каждый день в пять часов показывают. На чердаке. Прекрасная площадка в Доме кино. Причём бесплатная. На чердаке показываем документальные фильмы. Призёры нашего фестиваля. Их тоже много. Каждый год мы выбираем лучше и показываем. Мне кажется, вы выбрали... Ну фестиваль выбрал какую-то уникальную, но содержательную нишу. Да, это кино, но это права человека. И вот это сплетение, чуть не сказал хитро сплетение, это же просто сплетение. Это просто интересное кино. Спасибо, Эдуард, вам за ваш фильм. Спасибо вам за... Приезжайте каждый год. Приедем. Мы вас с удовольствием ждём. Ещё раз напомню, в пятницу в Доме кино Красноярска пройдёт заключительный день кинопоказов в Международном фестивале фильмов о правах человека-сталкер. Помимо просмотра интересных киноработ, вас ждут встречи с его создателями. Вход бесплатный. Успевайте. Всего вам доброго. Я Максим Гуревич. Желаю вам удачи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова